Сотрудники сайта HeadHunter подсчитали, сколько студентов совмещают учебу с работой, и эта цифра впечатляет. 70%. Мы начинаем выпускать серию роликов про работу для студентов. Итак, первые пять способов заработка. 20 место. Подработка таксистом. График работы свободный. Средняя зарплата. От 200 рублей. Заказ. Оформление по договору. Нет. Оформление медицинской книжки. Нет. Стажировка. Нет. Опыт работы. Нет. Дополнительное требование наличия автомобиля. Рассматривать полноценную работу таксиста не будем, а только подработку. Сейчас существуют различные варианты подработки в такси через приложение. Более подробно об этом способе и разнице в работе с этими приложениями, вы можете узнать из ролика на моем канале ссылку, на который я оставлю под видео. Если у вас есть автомобиль, можно подработать таким образом по пути из вуза или в свободное время. Заработать деньги позволяют и различные студенческие мероприятия, которые проходят далеко от общежитий. Например, тусовка в ночном клубе. 19 место. Администратор тренажерного зала. График работы. Полный рабочий день. Средняя зарплата. 20 тысяч рублей. Месяц. Оформление по договору. Возможно. Оформление медицинской книжки. Возможно. Стажировка. Нет. Опыт работы. Нет. Работа администратора тренажерного зала подойдет и людям, которые не занимаются спортом. Задачи работника. Контроль работы клуба, взаимодействие с тренерами и другим персоналом. Приветствие гостей и общение с ними. Выдача ключей. Использование ПК. Учет расходов и доходов. Администраторам можно устроиться как на постоянную работу, так и на подработку. А если начальство лояльное, вам могут позволить пользоваться оборудованием, что станет плюсом для людей, которые занимаются или хотят начать заниматься спортом. 18 место. Интервьюер. График работы. Полный рабочий день или свободный. Средняя зарплата. Одна анкета 100-200 рублей. Оформление по договору. Возможно. Оформление медицинской книжки. Нет. Стажировка. Нет. Опыт работы желателен. Данный вид заработка подойдет для коммуникабельных людей. От этого напрямую зависит заработок. Суть работы интервьюера – взять у человека мини-интервью, провести опрос и заполнить анкету. В среднем платят 100-200 рублей за одну анкету, то есть за одного опрошенного человека, но могут и больше. Нужно иметь грамотную и четкую речь и уметь правильно поставить разговор с незнакомым человеком. Работа может проходить как на улице, так и методом квартирника, то есть вы проводите опрос, ходя по квартирам. 17 место. Оказание копировальных услуг студентам. График работы свободный. Средняя зарплата. 2-4 рубля. Лист. Остальные услуги на ваше усмотрение. Оформление по договору. Нет. Оформление медицинской книжки. Нет. Стажировка. Нет. Опыт работы. Нет. В процессе учебы студенту нередко требуется распечатать что-либо. Отчеты по работам. Курсовые. Дипломы. А в общежитии нет принтеров. Поэтому приходится пользоваться копировальными услугами в университете или в специальных центрах в городе, но иногда на помощь приходят другие студенты с заветным оборудованием. В нашем общежитии был китайский студент, который распечатал бумажку с прайсом и подсунул каждому жителю общаги под дверь. Так он пропиарил свои услуги, и в итоге обычно я печатал у него. Или можно устроиться на работу в копировальный центр в своем вузе. Заработок будет больше, но такой график часто несовместим с учебой, так как работа обычно проходит в утреннее и дневное время. 16 место. Работа разнорабочим. График работы. Дневной, непостоянная работа, обычно на несколько дней. Средняя зарплата. 100-200 рублей, час, либо от 800 рублей, день. Оформление по договору, нет. Оформление медицинской книжки, нет. Стажировка, нет. Опыт работы, нет. Довольно простая работа, не требующая специальных навыков и обучения. В обязанности входит помощь в магазинах или на каких-либо объектах. Что-то перетащить, переложить товар, помочь на стройке. Поэтому и говорят разнорабочий. Работа нетрудная, но монотонная. Преимуществом является то, что она хорошо оплачиваемая и непостоянная. То есть, если у студента появилась неделя свободного времени, он может заработать 5000-10000 рублей, а потом без труда заняться своими делами. 15 место. Работа над научными проектами, стипендии. График работы свободный. Средняя зарплата, прибавка к стипендии. Оформление по договору, нет. Оформление медицинской книжки, нет. Стажировка, нет. Опыт работы, нет. Подойдет для студентов, которые любят учиться. И преуспевают в этом деле. Если студент не имеет троек по результатам сессии, ему присваивается стипендия. Если специальность не приоритетная, обычная стипендия 1800 рублей, повышенная 4500 рублей, если в зачетке одни пятерки. Если специальность приоритетная, например, инженеры, обычная стипендия 2800 рублей, повышенная 7500 рублей. Но если заниматься научной и общественной деятельностью, можно существенно увеличить эту сумму до 15000 рублей. Я слышал о студентах, которые зарабатывают таким образом больше, чем преподаватели. Что делать, чтобы получить такую стипендию? Во-первых, нужно учиться на хорошо и отлично. Во-вторых, активно участвовать в научной и общественной жизни университета. Для этого вам следует обратиться к преподавателям или к организациям студентов, которые занимаются научной деятельностью. Если ваши достижения будут весомыми, вам могут назначить дополнительную стипендию на весь семестр или единоразовую выплату.